Контроль мяча у этих футболистов хромает, однако тактическое видение игры довольно неплохое. Юнцы на этом турнире работают не на себя, а защищают честь всего своего коллектива. А по-другому и никак, кроме друзей и наставников на площадке, у ребят больше никого в жизни нет. Желания много, ну а техники-то маловато у нас, учёвания. Если нашим командам не хватает спортивных залов, а что говорить о детских домах. Так, желаний очень много у ребятишек. Глаза блестят, глаза... Очень приятно смотреть на них. Всероссийские соревнования среди команд детских домов и школ-интернатов проводятся у нас в стране с 2005 года. При поддержке Министерства спорта, Министерства образования и науки, а также Футбольного союза. В этот раз во Владивостоке прошёл полуфинальный этап чемпионата. В Приморской столице собралось 16 команд со всего Дальнего Востока и Восточной Сибири. Каждая из них оказалась лучшей в региональном отборе. Здесь принимают участие в данном турнире дети из непростых заведетелей, с непростой судьбой. И я рад, что спорт, а именно самый массовый спорт, футбол их объединяет. Более того, здесь есть возможность посмотреть на других, проявить себя. К матчам здесь относятся на полном серьёзе. Наставники оба тайма не умолкают и перестраивают по ходу игры тактику команды. А футболисты тем временем до последнего борются за мяч. Как оказалось, многие ребята буквально живут футболом и даже намереваются стать настоящими профессионалами. Ну, любят футбол, смотрят постоянно, наблюдают за всеми российскими матчами. Ну, вот сегодня первую игру как бы выиграли со счётом 1-0 «Спаска». Надеемся, что в дальнейшем так же будем выигрывать. Тренировались практически каждый день. Ну, на выходных, примерно на воскресенье, в субботу мы отдыхали. И у нас были игры в «Спаске», очень много игр было разных. Вот мы готовились серьёзно к ним, но сейчас сюда попали. Выиграли в «Спаске» первое место. Финал всего чемпионата по традиции состоится в Сочи в мае этого года. Там победителям достанется поездка в Лондон в гости к футбольному клубу «Арсенал». Хотя, конечно, для большинства ребят, независимо от того, выиграют они или нет, главными наградами останутся и будут куда более простые вещи. Максим Яковлев, Андрей Макаров. Новости спорта на восьмом.